Привет! Сегодня я расскажу об игре, в которую много играл в 90-е годы, а прошел целиком только единожды. А почему только единожды, я расскажу потом, в свое время. Бродилка Womp In. Выпущена в 91-м году японской компанией Jellico. Она так и осталась малоизвестной, как у нас, так и за рубежом. Хотя по графике и геймплею она не уступает классическим капкомовским бродилкам в воде DuckTales или серии про Рокмана. А во многом даже приятнее последнее. Название Womp In. Это искаженное индейское, не помню на каком уж языке. В общем, Womp In. Это искаженное слово Wompam, что означает индейские бусы из ракушек. Как индейцы обменивались с этими бусами, использовали их для оплаты. Какое Womp Am имеет отношение к игре, я не знаю. Там ни разу этот Womp Am не светится. В 90-е же я наивно полагал, что Womp In переводится вроде как прокали их всем. Всех. То есть Womp вроде. Прокали, а им это сокращение дзен. А прокали, потому что главное оружие героя это копье. Незамысловатый сюжет игры описан в прилагаемом к ней буклете. Молодой и смелый индеец по имени Парящий Орел путешествует по разным мирам уровнем и собирает тотемы. В контексте игры и понимания разработчиков японских, тотемы это особенное оружие, которое вы получаете после победы над очередным боссом. Собранные тотемы переключаются в любое время нажатием кнопки старт. Некоторые виды врагов и сами боссы могут быть убиты только определенным тотемом. А некоторые тотемы способны пробивать стены, позволяют сбираться по ним или вызывают тучку для полета. Игра начинается с водного уровня. Дабы новички смогли освоиться с игрой, а люди уже знакомые с ней, наверное вошли в какое-то медитативное состояние и прошли этот короткий уровень на автомате. Затем вы попадаете в экран выбора миров или уровней. Сразу доступны шесть миров. Священные дебри, Сакриты Утс, Волшебный лес, Тайный утес, Испытание огнем и Испытание водой. Можно выбирать любой уровень в любой последовательности, хотя определенная закономерность для прохождения все-таки нужна. После прохождения всех шести уровней открывается доступ к седьмому, последнему. Сакриты Утс Я советую начать с Сакриты Утс и вот почему. В игре очень развита система пауэрапов. Жизнь индейца отображается сердечками, коих по умолчанию четыре штуки. Но если вы соберете достаточное количество колбочек, то вам добавится одно сердечко. И так с каждой новой порцией колбочек. Колбочки выбиваются из врагов. Так вот, можно задаться целью и набить себе полный набор сердечек. 12 штук. Лучше всего это сделать на уровне Сакрит Рути, где есть одно место со змейками. Вы бегаете и мучаете там этих змеек и прибираете колбочки. И так минут 15, может быть 20. Кнопка Селект показывает сколько осталось собрать колбочек до получения очередного дополнительного сердечка. Другая важнейшая пополнялка, имея которую при себе хорошо идти валить босса, это бутылочка с сердечком. Она пополняет половину ваших сердечек, если потрачены последние из них. Таких бутылочек можно накопить до трех штук. Как видите, сейчас я собрал не только все сердечки, но и бутылочки с сердечками. Мне не страшен никакой босс. Игра примечательна тем, что разные части уровней имеют разное строение, как горизонтальное, так и вертикальное. В последнем случае приходится немало попрыгать по движущимся платформам. Уровень Magic Forest нравится мне больше всего. В нем летают злобные слоники, хищные цветы плюют ядом и по стенам ползают смертоносные улитки. Придется попрыгать над кипящей лавой или малиновым вареньем и преодолеть довольно стрёмные подъемы. В конце каждого уровня вас ждет босс. Я нарочно не показываю в этой игре всех боссов, чтобы не отбить у вас желание играть в игру самостоятельно. Для победы над некоторыми боссами есть определенная тактика и выбор тотема. Иные же можно победить просто так обычным копьем и прыжками перемещением по экрану. Лишь бы уворачиваться и уязвляя противника. Здесь любого с подручным оружием. Мир испытаний огнем? Мир красного неба и кипящей лавы, скал и катящихся камней. Здесь сама обстановка против вас. Субтитры сделал DimaTorzok Довольно непредсказуемый уровень, где сложно предугадать, что ожидает дальше. Где обрушится ступенька, на которую вы встали. Или когда налетит стая отрезанных кем-то рул, каждый из которых норовит ухватить вас. На этом уровне пригодится один из тотемов. Тотем ближнего боя. Который легко уничтожает не только каменных партийников, но и позволяет пробуриться сквозь стены. Каменные и ледяные. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В некоторых местах потеют руки, вот как в этом. Прохождение уровня требует также основательного умения прыгать. Без этого никак. Я не люблю водные уровни, но этот мало чем отличается от сухопутных. Индеец даже не плывет, а просто ходит под водой, так что физика не меняется. Мир воды красив, тут со скал цветными бордами не спадают водопады, а в небе висят ледяные столбы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Особо смертоносный тотем для борьбы с последним боссом и попадаете в последний уровень. Но это ни много ни мало самое небо. Смертоносно буквально все. Мы то думали там рая, а то нет. На тучах нельзя постоять спокойно, отовсюду лезут враги и нехилые. Чтобы передвигаться по местности, вам придется использовать почти полный набор тотемов, полученных ранее. И вот вы лезете все выше и выше. Преодоление препятствий требует теперь не только ловкости, но и смекалки. Вы радуетесь, когда понимаете, как все это пройти. Попадаете даже в безвоздушное пространство. Но парящий орел, как и местные улитки, вполне обходится без скафандра. Музыка настраивает на спокойный лад и атмосфера коридоров космического логова последнего босса при всей внешней непохожести чем-то напоминает космическую одиссею Стэнли Кубрика. Ну вот, последний босс. Сначала он напускает на вас полчища врагов, а потом, засучив рукава, берется за вас лично. И тут оказывается, что его надо поразить 12 раз из того самого супероружия, которое вы получаете в начале уровня. Каждый выстрел из него отнимает у вас одно сердечко жизни. А учитывая, что босс пуляет вас снежки или звезды, окружающие объекты, тоже немало ранит. Пройти босса без полного набора сердечек и трех бутылочек пополнялок невозможно. Надо быть к этому готовым. Если вы не знаете этот прикол и не накопили все необходимое, встреча с боссом закончится смертельным исходом. Японский великан неумолим. Японский великан. Вы же видите, это типичный японский демон. У него даже прическа японская. Но как же так? Ведь игра про индейца Парящий орел. Так он только в американской версии игры Парящий орел. А в японской 90-го года, которая называется Мир Саюки 2, это обезьяний царь Сан Вуконг, он же Сан Гоку. Герой китайского романа 16-го века «Путешествие на запад». На японской обложке игры даже показан обруч вокруг головы обезьяньего царя. По роману этот обруч причинял его носителю невыносимую головную боль, когда читалась определенная мантра. Мир Саюки 2 немного отличается от Вомпим графика, чуть больший уклон восток и немного иначе выглядит сам герой. В свою очередь, Мир Саюки 2 это продолжение первой части Мира Саюки. Давайте посмотрим на ней, есть даже русская версия. Это такая бродилка с элементами RPG. Ничего не напоминает? Я напомню. Знаменитая Сеговская бродилка Wonder Boy и Monster Land. Первый Мир Саюки 2 Это перерисованный порт Wonder Boy и Monster World, переделанный по каким-то копирастным причинам под китайскую сказочно-философскую классику. Таким образом, Wonder Boy и Monster World это косвенный родитель Вомпима, хотя на первый взгляд эту параллель трудно провести. Примечательно, что Вомпим, если бы не последний босс и вопреки сходству с японским подлинником, воспринимается именно как настоящая индейская игра. И даже музыка звучит как бы чисто индейская, хотя, зная подоплеку, понимаю, что она также чисто японская. Композитор игры Цукаса Тавада продолжает поныне писать музыку для видеоигр, а вот про ее дизайнера Жирошу Нобу я ничего не знаю. Вомпим или, если угодно, Мир Саюки 2 незаслуженно была обойдена вниманием в 90-е, хотя могла бы стать классикой вроде Рокмена и породить кучу продолжений. Хотя это и к лучшему, что продолжений нет. Игра осталась самостоятельной единицей и советую поиграть в нее любителям всех классических родилок. Конец. 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 Продолжение следует...